Всем доброго здравия зрителям канала Латровард. Сегодня как продолжение нашей червячной эпопеи я хотел бы вам рассказать о нашем личном опыте разведения червей в Краснодарском крае. Если вы смотрели наши предыдущие видео то мы по углу тому назад рассказывали о том как мы купились одну семью червей и сейчас уже прошло шесть месяцев хочется подвести итог рассказать вам подробнее о том что с нами произошло что мы делаем куда движемся как разрастаются семья червей с которыми мы живем поблизости которые следуют за нами куда бы мы не поехали и конечно же поделюсь своим опытом расскажу что мы делаем понятно что мы начинающие червеводы но я думаю что наш опыт будет полезен многим кто хочет заняться этим бизнесом в первую очередь хочется рассказать о том что мы начали наш очередной как бы попытку развести червей с одной семьи как я уже говорил до этого мы разводили червей в алтайском крае этой весной мы переехали в краснодарский край и решили опять заняться червеводством потому что к нашему удивлению в ту местность которой мы приехали практически нет чернозема и преобладает сплошная глина которая летом очень тверда а зимой очень скользкая и влажная потому что постоянно идут дожди и еще раз мы убедились в том что в принципе разведение червей будет полезно практически в любом регионе по некоторым причинам одна из основных причин в том что практически вся почва в бывшем ссср она убита и те фермеры которые занимаются агробизнесом они мало многие из них не могу сказать что все но очень мало людей заботится о качестве почвы и для этого обязательно нужно разводить червей второе зачем их нужно разводить это для того чтобы избавиться от домашних отходов которыми опять же мы засоряем то что нас окружает принципе нам проще конечно кому-то отдать а дальше похлопать руками и чтобы за нас нашу проблему лишал решал какой-то другой дядя как я уже говорил мы начали с одной семьи когда мы ее купили и получили мы получили я бы сказал неполноценную семью просто тот человек которых разводил он разводил их в своей теплице с огурцами и он просто взял верхний слой грунта насыпал нам в коробку и прислался своим родственникам вот сейчас уже прошло пять месяцев с той поры у нас с одной семьи в настоящий момент 18 семей часть из них была продана за эти шесть месяцев в принципе я думаю было бы червей не намного но было бы больше я думаю где-то в районе 30 семей бы у нас было на данный момент опять же климат очень сильно влияет на на червей потому что летом было слишком жарко они были ну скажем так мель менее активный сейчас неделю назад похолодало температура на улице стоит где-то в пределах нуля градусов поэтому черви тоже я чуть-чуть посмотрел перед тем как снимать этот это видео и понял что они немножко как бы менее активны вот но самое активное время было в период сентябрь-октябрь потому что погода стояла довольно таки теплая и было заметно насколько быстро черви как бы развиваются размножаются по и кормится в данный момент я их кормлю один раз в 10 дней как я уже вам показывал мы разводе чили в таких вот коробках используем обычные раньше мы их покупали по 10 рублей за коробку сейчас мы нашли магазины которые с удовольствием нам отдают эти коробки потому что им приходится их утилизировать потом мы покупаем агроволокно которое стоит 50 рублей за метр среднем на одну на на две коробки получается если нарезать агроволокно по метр тридцать с самого агроволокно по ширине полтора метра то в принципе вот метр тридцать хватает на два вот таких вот ящика с запасом я начинаю с более мелких ну ящиков а потом как бы перехожу уже в более крупные когда ну по моим ощущениям до червей становится очень много я просто делю семью напополам и разделяю на два ящика что еще вам хочется сказать по разведению как как бы продали мы условно где-то около пяти семей мы стараемся сделать так чтобы люди приезжали к нам и сами выбирали но тот ящик который им понравится во первых в червячном бизнесе очень много недомолок и основная из них в том что продается семья и в ней 30 процентов взрослых червей остальные коконы и как бы детеныши этих червей мальки так называемые поэтому людям трудно судить если просто им продавать рубль за один червь ну сидите выбирать там на определенную сумму этих червей не так просто и поэтому мы стараемся чтобы люди сами приезжали мы им открываем на выбор любые ящики они смотрят и выбирают тех червей которые им нравятся я лично жалею что мы продавали свои семьи в течение вот этого полугода потому что на данный момент у нас бы была более сильная популяция чем сейчас и по заказам заказов было намного больше чем мы могли бы их предоставить многие просят червей допустим сейчас хотя в краснодарском крае тепло да но люди заказывают из ярославля например но там уже холодно и отправлять червей довольно таки опасно одну большую партию мы потеряли этим летом когда их продали здесь краснодарском крае в принципе было очень жарко за 40 градусов и практически все черви погибли тоже было обидно не столько из-за потерянного контракта и потерянных денег сколько из-за того что были загумлены большое количество червей что касается бизнеса ну кроме разведения конечно советую когда вы начинаете разводить червей уже сразу начинать работать над маркетингом у нас ушло много времени подробно мы будем рассказывать своих роликах как мы занимаемся маркетингом продажей как мы это пропагандируем на разных сайтах досках объявлений на своем сайте через youtube думаю что эта информация будет полезна также нам хотелось бы объединяться с червячниками потому что очень часто звонят например из тюмени или с дальнего востока или с петербурга и в принципе для нас это немножко трудозатратно и опять же ты отправляешь человеку неизвестно насколько он будет доволен заказом поэтому лучше если будут люди на местах которые смогут осуществить этот заказ то есть его выполнить с удовольствием будем делиться такой информацией желательно чтобы вы просто к нам писали информация будет ниже под этим роликом и мы с удовольствием будем с вами сотрудничать многие звонят хотят червей для рыбалки к сожалению мы разводим старателей а для рыбалки нужны другие червей опять же об этом подробно на нашем сайте в принципе как бы план сейчас это ну увеличить поголовье червей для того чтобы летом хотя бы обеспечить себя необходимым удобрением черноземом из опыта как бы опять за эти полгода мы много экспериментировали с самим биогумусом жидким биогумусом как показала практика биогумус в чистом виде немножко опасен для молодых растений для высадки семян потому что он их сжигает лучше конечно его понемногу добавлять землю но в самом биогумусе лучше ничего не выращивать жидкий биогумус зарекомендовал себя хорошо в принципе он также работает как препарат для борьбы с редителями еще один момент который бы хотел сказать о вот таком вот способе разведения в коробках да как то было был период когда хотелось их просто переселить на какую-то грядку так называемый город да но так как в краснодарском крае очень много медведки и очень много кротов мы решили это не делать потому что для них это будет во-первых большое счастье как бы поделиться червями и покушать их а для нас это дополнительная забота говорят что медведка может приходить за не за километр учуяв там червей и чернозем не знаю за лето я поймал пару медведок даже в ящиках но во всяком случае кроты нас не беспокоили хочется еще также сказать о том что разведение в начале червей вот в таких вот контейнерах очень удобен потому что их очень легко можно составить любой угол они хорошо хранятся как внутри квартиры или дома так и в подвальном помещении на улицу всегда можно вынести всегда можно переехать мы за эти полгода три раза переехали в принципе то что они находятся в таких ящиках нас реально выручало другое как бы это довольно дешевый метод разведение червей и всегда можно проконтролировать и ты видишь сколько питания нужно определенной в определенной коробке то есть смотришь они за эти последние 10 дней доели не дать не доели потому что это тоже как бы меняется из-за сезона из-за температуры и это важно постоянно проверять другое удобство именно разведения в коробках это в том что их до намного проще как бы делить обычно сейчас я добавляю немножко земли потом добавляю скошенной травы она уже перегнила немножко потом добавляю пищу вот сегодня я буду кормить семьи они сейчас у нас на виноградной диете так здесь как бы вот виноград сейчас еще больше будет винограда потому что был сильный ураган и заморозки в принципе очень много винограда попадало придется его сорок собрать я думаю что им хватит еще на определенное время на пару месяцев чтобы они попитались овощами и фруктами здесь как бы нет недостатка в овощах и фруктах остатках то есть как бы гнилых яблок гнилых яблок гнилых сливах то есть практически все лето мы они питались фруктовой диеты также все что оставалось у нас такого условно говоря ведра хватает примерно на 3-4 семьи где-то на неделю сейчас я активно экспериментирую с другими кормами и с разлагают эти продукты потому что они не совсем разложены приходится добавлять до бактерий чтобы они быстрее разлагались также экспериментирую с опилками пытаясь их тоже как можно быстрее приготовить как корм для червей для питания и другими отходами жизнедеятельности животных принципе нисколько не жалею что занимаюсь червями занятие довольно таки интересное если кому-то интересно звоните пишите всегда будем рады поделиться информацией а сейчас ну покажу вам червей чтобы вы понимали что с ними происходит так как довольно таки прохладно они немножко в спящем состоянии не знаю насколько их нужно будет кормить во всяком случае посмотрю добавлю столько еды сколько им нужно главное не переборщить и не накладывать слишком много лучше кормить их чаще условно говоря раз в неделю иногда приходится кормить раз в две недели посмотришь обычно в коробку и уже сам индивидуально решаешь сколько им туда добавить на этом практически все спасибо что смотрите наш канал пожалуйста делитесь своими впечатлениями оставляйте сообщения под этим роликом всегда будем рады вам ответить опять же прошу знатоков писать положительные отзывы и принимая во внимание то что мы начинающие черевеводы и как бы пытаемся просто поделиться своей своим опытом вот так у нас все хранится в ящике как я сказал метр тридцать на метр пятьдесят сначала начинаю более мелком ящике потом переношу такие более крупные здесь вот так вот они сворачиваются здесь у нас сверху я обычно накрываю перепревший травой подготовился вовремя вот до этого открывал черви были наверху но сейчас видно они не любят когда их рассматривают особенно при свете и камеры поэтому они все попрятались посмотрим что у нас здесь внутри ну вот они здесь опять прячется моментально вот они здесь но я бы сказал что они хоть и шустрые но не такие активные как обычно не знаю в принципе кормить их конечно придется вот сейчас подкормлю их ну вот принципе вот червячки такие маленькие принципе погода ну где-то здесь в этом помещении температура где-то плюс 10 может быть чуть чуть ниже но в принципе все нормально вот не знаю ближайшее время наверное не буду их разделять просто будем подкормить и следить за тем сколько они успевают съедать последний раз я их кормил 10 дней тому назад но чувствую что пора еще немножко подкормить также я им добавлю песочка как вы видели в других наших видео у червей нет зубов поэтому как бы семья растет опс им приходится добавлять вот такого песочка иногда для того чтобы они могли успешно перемалывать пищу спасибо что смотрите наш канал ставьте лайки делитесь нашими видимыми своими друзьями и знакомыми ждем ваших звонков сообщений всегда рады вам помочь кому нужно черви звоните лучше приезжайте к нам будем стараться по необходимости отправлять ну как я уже сказал сезон очень небольшой это начало весны и ранняя осень потому что потом будет либо слишком жарко либо слишком холодно всего доброго удачи делаем бизнес деревне живем на земле удачи 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 удачи